В минувшие выходные в Саранске прошло первенство Республики по практической стрельбе из пневматического оружия, пистолета и карабина. Состязания состоялись на базе 35-й школы и собрали около 30 стрелков из Саранской секции Action Air, а также гостей из Рязани и Владимира. Это первое мероприятие такого уровня, которое удалось провести организаторам в столице Республики. Матч состоит из шести упражнений. У нас три стрелковых галереи. Мы сделали так, чтобы ребята, как говорится, стреляли нон-стоп. Упражнения получились скоростные, мишени не так далеко стоящие, поэтому здесь выигрывает тот, кто стреляет быстрее и точнее. Участникам регионального первенства предстояло пройти шесть упражнений. По задумке дизайнера они получились преимущественно скоростными. По каждой картонной мишени нужно было произвести минимум два выстрела. Очки начислялись в зависимости от зон попадания Альфа-5, Чарли-3 и Дельта-1. Но контуры их разделения обозначены таким образом, чтобы стрелок с расстояния не видел их четких границ. Здесь все видно хорошо, если вблизи. Чтобы видел, допустим, что он попал, два попадания, но ему не было видно конкретно куда. Только вблизи видно. Надо каждую мишень дважды попасть. Да, картонные мишени. Считается только два лучших. То есть можно попасть пять раз куда-то в сторону и две в Альфу. Будет считаться две Альфы. Самый лучший. Основная масса участников минувшего первенства по практической стрельбе – это школьники. И вопреки расхожему мнению, дети очень охотно идут в секцию по этому виду спорта. Причем девочек немногим меньше, чем мальчиков. Самиру Абузяру около двух лет назад в стрелковый тир привел папа. Теперь она постоянный участник подобных соревнований. На нынешнем старте она была единственной девочкой, которая смогла завоевать медаль. В ее активе бронза в дисциплине пневматический пистолет – стандартный класс. Я пришла и сразу поняла, что мне это нравится, что я хочу этим заниматься и посвятить этому делу свою жизнь в дальнейшем. Особых тонкостей нет. Просто еще раз в голове строить заранее гейм. Главное упражнение, чтобы потом уже расслабленно выйти на упражнение и скиднуть. Как это было задумано. Из шести комплектов наград соревнований четыре золотые медали завоевали представители других регионов. Это вполне объяснимо, поскольку и в Рязани, и во Владимире секции по практической стрельбе были открыты раньше. Евгений Крымов на минувшем старте завоевал золото в категории пневматический карабин. Среди юношей и девушек до 15 лет. Самое трудное было между речами. Так называется упражнение. Все набранные очки по ходу упражнения суммируются и делятся на время прохождения. Если мишень не поражена дважды, начисляются 20 штрафных очков. Таким образом и определяются лучшие. По итогам первенства будет сформирована сборная нашей республики, которая в апреле следующего года получит право выступить на первенстве страны по практической стрельбе из пневматического пистолета в Сочи. А дальше все шансы получить путевку уже на чемпионат мира, который Россия будет принимать в 2021 году.